здравствуйте мои дорогие друзья с вами наталья я вас приветствую на моем канале на моей кухне я бы так сказала да конечно же это канал youtube но я его так знаете сильно не воспринимаю я это воспринимаю как возможность встретиться с вами и поэтому мне хотелось с вами сегодня поздороваться бон джорно так вот я вам хочу сказать бон джорно хороший день сегодня в италии действительно хороший день вышло солнышко с утра был туман а сейчас ближе к 11 вышло солнышко есть хорошая погода я начинаю готовить обед сегодня мы решили посоветовались джордану и мы решили сегодня сделать пасту с цветной беленькой капустой которую мы все хорошо знаем с анчоусами там буквально нужно два анчоуса если у вас нет положите кусочек какой-нибудь рыбки которые у вас есть это все равно будет хорошо и это простой и легкий обед и я думаю что мы его вместе с вами приготовим и потом насладимся результатом нашего труда я включила немножко громче телевизор там поют ребята трио они очень красиво поют ла море симовы послушайте поют о любви и правильно делают молодые должны любить и должны об этом петь и так для вдохновения для хорошего начала я покажу вам наши ингредиенты они такие цветные на них грех не посмотреть значит что нам понадобится нам понадобится вот парочку анчоусов оливочки пасту я выбрала такую вот такую пасту я выбрал крышечка упал перчик и цветная капусточка и зелень смотрите у меня есть даже укроп я нашла укроп это помните я вам говорила что ребята молдаване я вам кстати сюда вставлю видео ребята молдаване они здесь живут в италии и наверняка там кто-то из них даже имеет землю и они в аренде не знаю не важно они делают они продают овощи они очень молодцы делают хорошие цены очень слаженно быстро работают и вот у них мы ездим в соседние городки и периодически там раз в две недели мы покупаем у них укроп так что у меня есть даже укроп я его немножко сегодня положу жордана тоже его ест вначале ему было необычно потому что он не был знаком с этим с этой зеленью сейчас есть и говорит что ему нравится хорошо пахнет так что мы тоже прививаем свои вкусы итальянцы нам а мы им вот так идет обмену потому что мы все дети этого мира ну что дорогие мои я готова на чем так друзья мои что я буду делать я буду делать я буду резать за грею нашу сковородочку как всегда ставим на самый самый минимальный огонь его практически даже и не видно что он там горит добавляем нашу традиционную ложечку масла ложечку не больше не надо больше идем аккуратно с калориями жирами хоть и масло но и хорошее дело но все же это калорий так и что мы сюда кладем как всегда кладем небольшую порцию . совсем совсем небольшую потому что мы как всегда не хотим перебить вкус всего лука знаете я думаю я долго не могла к этому привыкнуть потому что мы в украине когда готовим мы кладем много лука это у нас такая привычка у нас такая традиция мы так привыкли так делали наши мамы и так делали наши бабушки и правильно делали потому что лук это хороший продукт но здесь в италии у них другая традиция они стараются положить лука совсем немножко чтобы не перебить вкус других ингредиентов которые будут присутствовать в блюде значит что мы делаем мы берем перчик и режем его на довольно большие кусочки на маленькие кусочки резать мы не будем потому что мы хотим чтобы он остался целый красивый и украсил наше блюдо и нам было его удобно подцепить вилочкой и отправить его куда в наш ротик ох этот ротик ну что поделаешь пока человек живу он должен кушать и должен кушать хорошо смотрите какой красненький мне так понравилось красивый красненький почему-то подумалось про красную шапочку я так ее любила эту сказку в детском садике боже мой какие мы были маленькие как нас мамочка бедняжка в автобусе возила мы жили на сахарном заводе я не не я могу ошибиться извините меня и мы она бедняжка был автобус первый номер я его помню хорошо лаз с такой зад у него такой был выгнутый большой много делал шума и много дыма но в нем было тепло и она вот от сахарного завода бедняжка до сосновки везла нас утром зимой 20 градусов мороза мы такие замотанные как шарики шарфы вот так вот это не только глазенки такие шубы такие шапки меховые и мы знаете что делали у меня братишка он на годочек всего старшего у меня и мы всю дорогу пели с ним в автобусе мы с ним двоем пели мы делали концерт мы были два маленьких артиста боже мой какое было время я была малышка но я очень хорошо помню это время разговоры это хорошо но дело делать надо так разбираем здесь у нас все стоит уже на и мы будем разбирать будем разбирать капусточку вам видно на соцветия что мы будем делать с капусточкой капусты пока наш перчик там томится на маленьком огне а капусточку мы будем варить помните я вам говорила когда мы с вами готовили ризотто я вам сказала что хороший бульон к мясным блюдам мясной к рыбным рыбной к овощным овощной это половина успеха нашего дела хорошего результата так и что мы делаем сегодня мы эту капусточку которую мы будем вложить в наш нашу пасту мы ее должны сварить ну не прямо таки знаете сварить сварить чтобы она была такая мягкая она должна быть у нее должна остаться кракантинка но небольшая она должна быть немножко хрустеть но немного она должна быть довольно готова значит мы варим привариваем ее до такого состояния вот в этой водичке так идет вперед наша готовка перчик готовится что нам мы сюда добавим еще совершенно маленький кусочек морковки потому что вы знаете морковку итальянцы конечно кладут в свои вот это вот то что я делаю это у итальянцы назовут софритто софритто это вместе прожаренное то есть это ансамбль будем так сказать это ансамбль овощей которые участвуют в нашем концерте приготовление нашей пасты и морковочка конечно приветствуется но чуть-чуть немножечко софритто и кладут такую поджарочку но ее должно быть совсем-совсем мало морковочка тоже у нас отправилась здесь у нас все хорошо мы можем идти дальше и добавить вину в этот момент мы добавим пару ложечек таких умных хороших белого вина смотрите как приветствует вино наш перчик знаете я пожалуй буду щедра и добавлю 3 пускай эти овощи напьются вина они будут веселее и будут веселее идти к нам в рот такой аромат знаете вот этот момент итальянцы называют это сграссаре софритто то есть жир в нашем случае это оливковое масло оно от кислоты вина становится как немножко переваренная уже мы помогаем нашему желудку процесс переваривания вот это вот маленький такой момент но он очень сильно помогает значит что что дальше у нас здесь мы должны попробовать нашу капусточку что тут с нашей капусточки потому что она же варится быстро а вы знаете капусточка наша говорит что ей уже пора ко всем остальным овощам и хорошо раз она готова а мы тем более готовы и вы посмотрите мы убили двуза теперь подошел момент торжественный положить 2 2 2 анчоуса сюда никак не больше потому что они очень соленые с этим делом надо идти они у меня я баночку только открыла и они такие знаете здесь немножко утрамбованы их тут так укладывают с любовью прям один к одному все вот это вот видите сколько тут их четыре филешки и там в начале я положила все больше не надо потому что у них очень сильный вкус видите я так сконцентрировалась но был такой момент важный надо было его пройти деликатно и все вот они вот эти вот анчоусы они растают абсолютно они сделают только такой знаете как говорят итальянцы кремино это вот я вчера рассказывала про ризотто и не нашла слова вот я даже не знаю как это перевести кремчик кремино потому что это не подлива и не заправка и действительно такой получается вот кремчик и берем пасту как я меряю пасту вот мы едим пасту только один раз в день вот у нас обед состоит только из одного первого первое это вот то что я готовлю паста с чем-нибудь там с рыбкой или с овощами с мясом и крайне редко делаем пасту я не знаю это несколько раз в году а вот с овощами вот так вот с рыбкой с рыбкой делаем да с морепродуктами делаем завтра мы сделаем с вами пасту с медями так здесь у нас все идет своим чередом я бы сюда положила так как у нас здесь есть в этом блюде у нас есть анчоусы то они очень прекрасно как говорят итальянцы сис и густи сиспозанов то есть вкусы хорошо сочетаются так я их разделю вот так вот на две части вдоль время у меня все равно есть пока у меня закипит пасточка наверное мы ее накроем чтобы она быстрее закипела так будет правильно и мы меньше газа потратим и времени меньше потратим и меньше здесь газа сгорит потому что вы же знаете когда с газ газ сгорает то это высвобождается как говорится вся таблица менделеева мы об этом не думаем но это так оно и есть потому что продукты сгорания это же конечно не те вещи которые мы должны вдыхать вот еще и поэтому мне нравится итальянская кухня не надо долго стоять у плиты вот смотрите мы сейчас с вами за 20 минут сделаем полностью обед и он будет легкий и вкусный и полезный так ну я думаю что здесь у нас уже вино уже испарилось все что мне нравится в итальянской кухне они добавляют понемножку каждый ингредиент и оставляют эти вещи понемножку понимаете поэтому для того чтобы они испарились и не было лишней влаги не требуется много времени это немножко там допустим сок там с одной четверти лимона это одна там чайная ложка она испарится быстро но вкус останется и запах останется так у меня вот тут в руке сюрприз это конечно так я пошутила сюрприз не сюрприз а петрушка у меня руках есть потому что наша пасточка уже я думаю почти готова а это значит что мы должны завершить все с чем с лимончиком и с петрушечкой и чесночок у нас же есть чесночок мама дорогая хоть бы мне его не забыть потому что я что-то такая а вот почему его забыла потому что он спрятался он спрятался под луковичкой вот почему очень важно держать все ингредиенты на виду я знаете немножко как бы стараюсь сэкономить время чтобы видео там не растягивать по времени потому что ну а мы не надо это утомляет когда долго смотреть видео и наш чесночок тоже должен быть готов вот что вот что потому что куда же без чесночка и без петрушки вы знаете как заключительный аккорд концерта красивого три ингредиента ложка масла вот уже когда мы выключим все вот это вот всю нашу вкусную вкусные овощи когда мы уже выключим газ мы добавим петрушку этот чеснок сковородка будет все еще горячее чеснок разойдется мы его размешаем с овощами он потеряет свою пикантность но запах останется и конечно же ложка оливкового масла или какое-то маслечко вы предпочитаете если сливочное то пожалуйста тоже ведь сливочное масло очень богато на группы витаминов которые крайне необходим так что у нас я хочу проверить готовность пасты потому что паста ни в коем случае не должна перевариться ветер мой папуля мне говорил наташка дуй ветер к тебе под носом е вот у меня есть ветер под носом я его использую еще чуть 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 но здесь у нас уже все готово выключили газ кладем наш чесночок берем чесночок иди делай свою работу до размешаем сразу пока здесь все очень горячо нам надо размешать какой запах сразу прошел знаете это как раз хороший момент добавить масло буквально одну ложку больше не надо видите одну ложечку мы положили прежде чем жарить вторую ложечку вот так вот мы сейчас раскладываем здесь и мы учли наши наши жиры которые мы сюда положили это тоже знаете ли важно так петрушечка 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 будем делать шум немножко пошумим ну как же на кухне из этого это наш производственный цепь я сегодня болтушк так и потом еще один момент не выливаем водичку в которой варилась паста потому что она нам понадобится для того чтобы немножко и пасты конечно перебрала ну что ж значит это еще будет и наш ужин или знаете я часто когда у меня остается паста я потом делаю из нее фритату и фритата это такая яичница можно потом добавить пасты сколько останется можно потом добавить сюда взбить яичко добавить его сюда и потом сделать фритату я вам если у меня это паста останется по моему она останется я буду делать фритату я вам все покажу так пришла очередь положить петрушечку вот здесь она наша петрушечка что-то я какая-то сегодня немножко неудобная вся сама себе мешала знаете бывают такие дни и я такая сегодня это наверное туман который был с утра у меня немножко уже так и здесь я себе вчера купила одну такую штучку чтобы выдавливать лимон и мы готовы ее переложить я здесь приготовила блюдо такое красиво чтобы показать все когда все будет готово вот отправляем ее сюда вы посмотрите какая красота и не только красота но и вкуснота у нас остался пармезан как говорят итальянцы белла пьет же ди формаджо хороший дождик из тертого знаменитого на весь мир пармезана итальянского пришел джордано накрывает на стол а мы готовы приятного нам аппетита 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 аппетита